Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня очередная серия про скетчбук. Кто не в курсе, я создала плейлист на моем канале. Внизу вы можете увидеть плейлист про скетчбук. Все видео я буду добавлять туда. Если что, какая-то серия, которую вы не смотрели, вы можете найти там. А я, кстати, купила себе новые карандаши. Хотела купить фломастеры, большой какой-то набор. Но я их затестила, они очень сильно просвечивают. То есть на другой стороне листа очень сильно все это видно. Поэтому я решила эти фломастеры не покупать, а поискать еще другие, которые не будут просвечиваться. Но карандаши я купила, сейчас покажу. Как вы видите, констоваров с каждым днем становится все больше и больше. Мне очень нравятся вот эти фломастеры, нравятся они в работе. Я хочу взять большой набор этих фломастеров. Они просто топчик, очень нравятся. Также я не потеряла, на удивление, ни один декоративный скотч. Их было 12. И, как вы видите, один уменьшился. Вот он у меня больше всего в ходу. Вот, надеюсь, что не закончится. Если что, закажу себе еще. Также акриловые краски. Я обожаю просто ими рисовать. Но дело в том, что мне не нравится результат. Мне не нравится то, что получается. Не обращайте внимания на посторонние звуки. У меня просто открыто окно. Не охота включать кондиционер, когда на улице такой приятный ветерок. И вот в чем сама суть. То есть я купила такие карандаши. Мне понравилась эта вот миниатюрочка. Очень мило смотрится. И я не додумалась, что в процессе того, как я буду точить, эта штука становится все меньше и меньше. И неудобно просто рисовать. Поэтому на замену этим карандашам я купила себе точно-точно такие. Потому что они мне очень понравились. Просто уже полноценный объем. Это очень неудобно. Не советую брать никому. И еще я взяла себе лайнер. Или как правильно он называется. В общем, такая ручка гелевая. Получается она очень жирная, чтобы обводить. Я долго думала над тем, что именно мы сегодня будем рисовать. В этот раз мне хочется не просто какой-то рисунок, а рисунок на весь лист. И я, наверное, буду рисовать вот эту вот прелесть. Вообще в Пинтересте очень много идей. Например, вот это, как это мимимишно смотрится. Посмотрите. Все семейство в сборе. Может, даже вот это будем рисовать. В общем, еще посмотрю, подумаю. Но, скорее всего, больше я склоняюсь к первому варианту. Мне очень нравится рисовать что-то такое мультяшное. Вот это вообще прелесть. Просто вау. Я передумала, мои хорошие, давайте лучше рисовать вот эту вот прелесть. Но я буду рисовать с задним планом, чтобы так на весь лист. Сладкий мальчик. Кто такой сладкий? Хотя вы знаете, что я вспомнила? Что мы недавно рисовали их. Правда, не в этом составе, но все же. Они получились просто, знаете, даже, наверное, это какое-то нецензурное слово. Но когда я вижу этот рисунок, у меня просто в голове сразу три каких-то додика. Но мне не нравится этот рисунок абсолютно. Я даже думаю, может, вырвать. Но просто если я его вырву, отсюда тоже будут выпадать листочки. Поэтому даже не знаю. Хотя это не совсем такой же рисунок. Или что-то вот такое можно. Тимон и Пумба и Король Лев в одном. Как я понимаю, тоже ничем. Просто здесь много красного, а у меня красный всего лишь один в этом наборе. Когда я рисую, я душевно отдыхаю. А чтобы отдыхать на все 100%, надо налить себе чай. Душистый обалденный чай и сушеный манго. Или что это вам сушеное? Манго, да? О, манго. Правильно. Очень вкусный. Мне кажется, это лучший скетч за всю историю моего скетчбука. Мне настолько он понравился, что я решила все-таки выложить его в инстаграм. И там я получила просто кучу реакций. Я поняла, что он нравится не только мне, но и вам. 2-3 дня я просто открывала скетчбук и любовалась на то, что получилось. В общем, в конце все сами увидите. А сегодня очень интересная история. К сожалению, мне немножечко, совсем чуть-чуть пришлось сократить ее. Потому что она была очень длинная. Так что заранее извиняюсь перед автором. И давайте не будем терять время. Добрый вечер. Я, посмотрев ваше видео про скетчбук, захотела рассказать про свою семейную ситуацию. Мне 24 года. Живу в России. Город называть не хочу. Прошу рассказать мою историю анонимно. У меня есть брат. Он на 2 года старше меня. И мы с детства не ладили с ним. Родители всю жизнь вкладывали в него все свои ресурсы. В школе мы учились всегда хорошо. С 6 класса мой брат начал ходить на танцы. И родители вкладывали в него все, что у них есть. Деньги, время, любовь. Все, что угодно. Когда мой брат закончил школу, решил поступить на хореографа. И с первого курса просил у родителей деньги на аренду помещения. Брат тогда хотел набрать детей. И преподавать танцы. Так как он в то время только что закончил школу, всех учителей он хорошо знал. Договорился с учителями. Брат во время урока заходил и рассказывал детям о его секции по танцам. И раздавал свои визитки. Естественно, все это финансировалось. И это делали наши родители. К тому же забыла упомянуть. Учился тоже он на платном отделении. Носил конфеты учителям, чтобы они были не против объявления в середине своего урока. Короче говоря, первые два месяца за аренду помещения платили мои родители. А это по 8 тысяч рублей в месяц. Затем уже он сам выкручивался как мог. Групп у него было с каждым раз все больше и больше. Он пригласил на танцы во взрослую группу местную блогершу. И это тоже очень помогло набрать людей. Блогер приходила бесплатно. Но ее подписчики, а именно 18 человек, которые сразу записались на занятия в ее группу. В общем, дела у брата шли хорошо. Он любил свою работу. На втором курсе купил себе автомобиль. Правда, недорогой. Взял себе девятку. И мы все реально были рады за него. Затем уже он арендовал целую студию. Сделал там ремонт. Нанял несколько девушек, преподавателей по танцам. И очень хорошо зарабатывал. Приобрел двухкомнатную квартиру. Кстати, без ипотеки. За миллион и триста тысяч. Сделал там хороший ремонт. Женился. Поменял машину. Три раза. Сейчас он водит классный джип. И живет ни в чем себе не отказывая. Жена брата Оксана ничем не занимается. Целый день шляется по салонам красоты. Со мной старается не общаться. Мне она сразу не понравилась. Я каждый ее день рождения выкладывала в инстаграм инстапоздравления с теплыми словами. Она просто сухо писала спасибо. В ответ на это на мой день рождения никогда ни словом не поздравит. Мне это было достаточно обидно. И поэтому я решила рассказать об этом брату. Но затем я поняла, что брат на ее стороне. И смысла обсуждать эти моменты с ним нет. Расскажу еще о себе. Закончив школу, я решила никуда не поступать. Хотела снимать вайны. Тогда это было очень модно. И блогеры хорошо на этом зарабатывали. Пыталась, старалась, но ничего не вышло. Просила родителей купить хорошую камеру, освещение, микрофон. Купить рекламу у блогеров. Но они говорили, у них нет средств на это. Не поступив сразу в универ после 11-го, потом и желания не было учиться. Устроилась официанткой в хороший ресторан. И зарабатывала тоже в этом ресторане прилично. Вот только понимала я, что работа не для меня. Познакомилась на работе с барменом. Звали его Руслан. Он вообще был приезжий из области. И жилья у него не было. Мы провстречались 4 месяца. И я узнала, что беременна. Беременность была не запланированная. Поэтому долго думала, стоит ли оставлять ребенка. Руслан переехал ко мне и поддерживал меня всю беременность. Мы жили вчетвером. Я, папа, мама и Руслан. В двухкомнатной квартире. Последние 4 месяца я не могла работать. Мучил жесткий токсикоз. Мои родители пока не на пенсии. Мама дома. Папа зарабатывает мало достаточно. В период пандемии у Руслана совсем не было работы. Поэтому с ребенком было очень сложно. Я попросила у брата помощь. Он скинул мне 12 тысяч рублей. Через месяц, естественно, деньги закончились. Я очень мягко намекнула, что живу плохо. Опять брату. И что денег нет. И так далее. Брат сказал, что у него тоже сейчас дела не очень. Но при этом на следующей неделе увидела в историю Оксаны золотое кольцо, подарок от моего брата. Я понимаю, брат не обязан помогать мне. Но я живу с родителями. И им он обязан помогать. Они много вложили в него. Помогали финансово. На начальных этапах. Мама принципиально не просит у него денег. А когда я прошу, он не дает. Оксана в прошлом году подарила маме на день рождения парфюм шейх, который стоит 12 тысяч рублей. Я просто обалдела, когда увидела чек в пакете. Маме всегда дарят очень дорогие подарки. Последние айфоны. А я для них враг. Специально не дарят деньги. Вдруг рубль из них, мама решит потратить на свою дочь. Я говорила об этом маме. И часто разговаривали мы по этому поводу. Но мама меня не понимает и не поддерживает. Все это ничего по сравнению с цирком, который был неделю назад. Брат с женой пришли в гости. И речь зашла о прописке Руслана в нашей родительской квартире. Брат заявил, что против. И половина квартиры принадлежит ему. И пока родители живы, нам с Русланом пора задуматься о своей недвижимости. Продав родительский дом, на половину суммы мне светит только общежитие, заявил он в шутку. Меня это взбесило не на шутку. Он живет хорошо. Ни в чем себе не отказывает. Его автомобиль стоит дороже родительского дома. У меня на руках его племянница. А он, не имея своих детей, претендует на гнездо этой крохи. С братом сильно ругаться я не стал. Но когда он ушел со своей женушкой, посадила отца на серьезный разговор. Объяснила, что в старости мы с Русланом будем ухаживать за вами. Почему полквартиры брату? Отец заявил, что не нуждается в чем-то уходе. И был бы рад, если я оставила ребенка на маму и начала работать. Копить с Русланом вместе, плюс материнский капитал. Сможем спокойно купить себе однокомнатную квартиру и съехать. После этих слов, если честно, я просто офигела. Я не ожидала от отца таких слов. Я думала, что мы живем дружно, у нас все замечательно. И так будет продолжаться до старости. Никаких конфликтов с мамой, с Русланом, с папой у меня не было. Руслан вообще божий одуванчик, никогда никого не тронет. И уже несколько дней холодно общаюсь с мамой и с папой. Нахожусь в странном состоянии. Возможно, со стороны это выглядит, что я не хочу ничего делать. Но это не так. У меня нет образования, ни профессии, маленький ребенок на руках. Единственная надежда на материнский капитал. Я разбита отношением ко мне родных мне людей. Вот вспоминаю в детстве, как мы жили. Делили один стол, один сникерс. А сейчас я своего брата вообще не узнаю. Он очень изменился после того, как женился. На мой взгляд, родители, видя материальное состояние моего брата и мое, спокойно могут отдать эту квартиру мне. Но они это не делают. И мне от этого очень обидно и неприятно. Наверное, многие обвинят меня в комментариях в меркантильности и в ленивости. Но я не желаю никому оказаться в такой ситуации. Спасибо, Айка, если озвучишь мою историю. Вот такая вот у нас история. Интересная достаточно, яркая, насыщенная. Обязательно пишите свое мнение в комментариях. Мне даже самой будет очень интересно почитать комментарии. А скетч получился по мне просто идеальный. В дальнейшем, я думаю, надо оформлять весь лист. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Всех люблю. Пока!